Международный день прав животных Для собак и кошек вырос вблизи города Как-то гидские активисты помогают четвероногим Школьники попробовали управлять электропоездом Правда интерактивным Акцию путешествия в страну безопасности Организовали железнодорожники Легко ли вести электричку? Об этих и других событиях среды Мы готовы рассказать прямо сейчас Здравствуйте В эфире Тагил ТВ Информационная служба новостей В студии Елена Тананова Глава города Сергей Носов Провел встречу с жителями Тагилстроевского района Во дворец культуры НТМК Пришли несколько десятков тагильчан Какую оценку городской власти Дали жители Расскажет Алексей Алексеев По заведенному не так давно порядку Встречу главы Нижнего Тагила с жителями Предварял прием граждан Специалистами городской и районной администрации Территориального отдела здравоохранения Контролирующих органов полиции Такая форма общения По мнению участников Приносит положительный результат Я считаю на таких встречах Формируются отношения Между администрацией и жителями района Мы становимся ближе Понимать лучше друг друга будем Ну и Мы оцениваем свою работу То ли мы делаем Или не в ту сторону двигаемся Территории Тагилстроевского района Развиваются неравномерно Если на Гальянке Изменения к лучшему Особенно в последнее время очевидны То собственно Тагилстрой Или Рудник Далеко не так благополучны Это беспокоит их жителей Я считаю район наш Деградирует полностью Социалка плохая Детских садиков Детские садики рушатся Так скажем Зелени нет Ну Есть над чем работать Конечно Как доложила руководитель районной администрации В этом году От граждан поступило Более двух тысяч обращений Темы Жилищно-коммунальное хозяйство Транспорт Ремонт дорог Улучшение жилищных условий Все поставленные вопросы Были сняты Кроме требующих Серьезного финансирования Аудитория и глава города Отнеслись к заявлению скептически Могу сразу сказать У меня есть большие претензии К руководству района Потому что Повторные проверки И повторное обращение граждан Показывает Что Зачастую руководство района Пишет Что все сделано Довольно часто Не досужен проверить Так ли это на самом деле Отвечая на вопросы Сергей Носов Вновь подчеркнул Не всякая проблема Находится в компетенции Главы города Либо требует Его прямого вмешательства Однако он Готов браться За рассмотрение каждой И по мере возможностей Добиваться решения Алексей Алексеев Игорь Харьков Анатолий Тютин Новости Тагил ТВ Титановая долина Ждет резидентов Сегодня на территории Особой экономической зоны Открылась новая подстанция Этот центр питания Станет ключевым источником Электроэнергии Будущих промышленных предприятий Зоны Напомним Титановая долина Один из приоритетных Инвестиционных проектов области С ее развитием Связаны не только Новые перспективы Роста и деловой активности И повышения инвестиционной Привлекательности региона Но и реальная возможность Улучшения социально-экономического Положения всей Тагильской агломерации Особая экономическая зона Титановая долина Это проект Особый Проект Имеющий значение Для всех Сверхуловских областей Понятно Что инвестор Ориентируется Ну прежде всего На то Какой климат Создает органы власти Понятно Это оформляется Доброй волей И соглашениями Различными Но Также Ему интересно И то Каким образом Его будущее производство Оснащено Энергоресурсами Проект Реализован Специалистами Филиала МРСК Урала Свердлов Энерго В рамках Развития Инновационного Кластера Подстанция Оснащена Самым Современным И инновационным Оборудованием Проект Строительства Прошел Все этапы Госэкспертизы На соответствие Санитарным И экологическим Нормативам В следующем году С молотка Уйдут 16 объектов Муниципальной Недвижимости За это Проголосовали Депутаты Постоянной комиссии Думы По развитию Предпринимательской Деятельности Муниципальной Собственности Градостроительству И землепользованию В перечень Включена И гостиница Северный Урал Ожидается Что реализация Всех заявленных На продажу Активов Позволит Пополнить бюджет На 130 миллионов Также предполагается И поднять ставки Аренда Муниципальных площадей В этом году Сумма арендной платы За помещение Муниципалитета Составляет всего лишь 753 рубля За квадратный метр В год От повышения ставки Говорят в Думе Предприниматели Сильный урон Не понесут А бюджет Благодаря этому В следующем году Может пополниться На 6 миллионов Зайти в кабину Машиниста Электропоезда Попробовать самим Управлять составом На интерактивном Тренажере Могли сегодня Ученики 138 школы Акцию Путешествия В страну безопасности Провели сотрудники Свердловской Железной дороги Легко ли управлять Электричкой Ему необходимо Произвести Сокращенное Опробование тормозов Которое Сейчас Производит Дамир Турсунов Сегодня впервые Увидел работу Машиниста Электропоезда Попробовал сам Управлять составом Но уже На интерактивном Тренажере Оказалось Вести электричку Совсем непросто Но трудности Молодого человека Похоже не пугает И он сегодня Неожиданно Для самого себя Решил После школы Пойти в машинисты Нам давали Пробовать Переключать скорость Водить Ну как бы Ну все понравилось Тоже Сейчас появилось Желание До этого пришел Не было желания А вот Как посмотрел Посидели Посмотрели Как там это все происходит И появилось желание Как бы Учиться На машиниста Поезда Акцию Посвященную безопасности Сотрудники Свердловской Железной дороги Проводят в преддверии Затяжных Новогодних праздников В основном Привлекают Учеников школ Расположенных Вблизи Железной дороги Охват аудитории Ведется в основном С пятого По девятый класс Поскольку Этот возраст Является У нас Группа риска По нарушениям На объектах Железнодорожного транспорта Сотрудники Железной дороги Различных предприятий В данном случае Вот мы В моторвагонном Депо Проводим эту акцию Они разъясняют Ребятам Как правильно себя вести О том Как себя вести В железнодорожном транспорте Сколько вольт Токоприемники Электропоезда И почему нельзя Влезать на крышу Электрички Как правильно Переходить через пути Ребята узнали много Им наглядно Показали Что может случиться Если не соблюдать Правила безопасности Они посмотрели фильм С реальными случаями Травматизма На железной дороге И сыграли викторину С вопросами О безопасности Закрепляли материал Теоретически Показывали слайды Фильмы В общем-то Восприняли на ура Понравилось Ответы В общем-то Грамотные Ребята Класс постарше Поэтому они уже Воспринимают Более серьезные Эти моменты После викторины Самые активные ребята Получили грамоты Участников И специальные Светоотражающие Значки на одежду Это уже четвертая Акция по безопасности В этом году Которую проводят Сотрудники Свердловской железной дороги Со школьниками Они говорят Необходимо обучать Не только школьников Но и родителей Это снизит уровень Травматизма Елена Тананова Игорь Харьков Егор Игошин Новости Тагил ТВ Возможность полноценной И всесторонне развиваться Ребенку Должен предоставить Детский сад Организации Расширения спектра Дополнительных Образовательных услуг Задача Дошкольных учреждений Опытом работы В этом направлении Делились сегодня Участники семинара Который прошел На базе Объединения детства Бояться создавать условия Для реализации платы Дополнительных Образовательных услуг Не нужно Нужно наоборот Искать пути Искать потенциал Поверьте, что Сегодня Такие условия Законодательства И наши условия В городе Позволяют это все Выполнить Занятия плаванием Гимнастикой Иностранными языками Пением Танцами Далеко не полный Перечень того Что детский сад Может предложить Сегодня семье Как удовлетворить Возрастающие запросы Родителей И детей Одна из основных Тем обсуждения Участников семинара Также руководители Дошкольных учреждений Познакомились С нормативно-правовыми Финансовыми Программно-методическими Аспектами Организации Дополнительных услуг Международный день Прав животных На календаре Тагильские Зоозащитники Четвероногих Беде не бросают Инициативная группа Горожан Своими силами Возводит собачий Приют Кормят животных Строят для них Вольеры Какую помощь ждут От тагильчан Смотрите в сюжете Анны Хабаровой Мама собака Вывела щенков На старатели Под подъездом Одного из журнодомов Одни люди Как бы мирились с этим Но есть находятся Которые Они мешают Стали поговорить О том Что их надо ликвидировать Сюда Сюда этих семерых малышей Привезла неравнодушная Тагильчанка С собой захватила И вольер Одного из щенят Самого больного Уже удалось пристроить Как правило Говорит хозяйка приюта Найти для животных Семью Получается не часто Много собак Попали сюда С тяжелыми Судьбами Сегодня в приюте Лилии Еринкиной Порядка 60 собак Раньше животных Женщина выхаживала сама Теперь постепенно Начали помогать добровольцы Свободное от учебы И работы время Юлия Шалыгина Привозит сюда еду Я всю жизнь была неравнодушна К этим беспомощным животным Ну и вот Когда узнала Что Лилия занимается И решила Ей помогать Поскольку самой У меня не хватило Ни сил Ни уверенности Чтобы самой что-то начать Такое А Лилия начала И я поддерживаю ее И помогаю Не так давно Здесь было чистое поле Заборы все вольеры Для животных Активисты построили сами Чтобы зиму Питомцы пережили Как можно легче Сейчас все добровольцы Занимаются в основном Строительными работами А также утепляют вольеры Девушки и женщины Уже давно Научились справляться С пилами и молотками С мужчинами В дружной команде Дела обстоят напряженно Первый раз приезжали Кормили собачек Потом я доделывал Будку С собакам Сейчас доделываю Ну как бы Мужская в основном Тут нужна работа Потому что Женщины Как бы Все равно Не смогут Того сделать Что мужчины Вот Как бы Вот помогаем С собачкам Помимо крепких Мужских рук Приюту нужны Стройматериалы И корма Здесь готовы Принять любую помощь Если вы не можете Остаться равнодушными Звоните Лилии Ирынкиной По телефону Которую вы видите На своих экранах Анна Хабарова Павел Охотников Егор Егошин Новости Тагил ТВ Обратно к истокам Московский художник Родившийся в Нижнем Тагиле Петр Овченков Привез в наш город Персональную выставку Пространство в миниатюре Она открыла сегодня Музей изобразительных искусств Какие места На малой родине Остались сердцу дороги Узнали наши корреспонденты В нашем городе Он гость частый Петр Овченков Хоть и многие годы Живет в Москве Свою малую родину Нижний Тагил Никогда не забывает Краски и кисти В руки художник Взял еще в юном возрасте Седьмой и восьмой класс Я занимался в студии Изобразительного искусства Уралвагонзавода Вел эту студию Нестеров Художник такой И он как бы Привил нам любовь К живописи А потом Как говорится Жизнь так повернулась Что я все На свою жизнь Отдал живописи После школы Петр Овченков Учился в Латвийской Академии искусств С тех пор прошло Уже более 40 лет А его произведения Теперь хранятся В частных коллекциях Не только в России Но и за рубежом В нашем музее Изобразительных искусств Это уже вторая Выставка москвича Четыре года назад Для тагильской публики Художник привозил Пейзажи в технике Акварели На них он изобразил Три своих любимых города Юрмову Где учился искусству Москву Где стал популярным И Нижний Тагил Где родился С тех пор здесь осталось Немало любимых мест Мне очень нравится Вагонка И на вагонке Великолепные горы Там есть Двухскалка Трехскалка Мне очень нравится Наш пруд Тагильский пруд И гора Лисия гора Которую я писал Очень много На выставке Пространство в миниатюре Представлено 68 произведений Художника В основном Говорит Петр Овченков Пишет с натуры Здесь можно найти Как ранние работы Так и картины Появившиеся на свет В этом году Разным категориям зрителей Нужны разные выставки Поэтому всегда держим Такой баланс Одним Мы представляем Современное искусство Ну скажем так Как на последние ночи Искусство Одним рок-концерт Другим Концерт классической музыки Вот примерно В этом же режиме Мы живем И в выставочном пространстве Выставку Петра Овченкова Тагильчане могут посмотреть В музей изобразительных искусств До 15 января Анна Хабарова Павел Охотников Егор Егошин Новости Тагил ТВ На этом у меня все Осталось лишь напомнить За интересные новости Тагил ТВ дарит подарки Звоните нам по телефону 4195-51 Или пишите на сайте tagiltv.ru Приз этой недели Новогоднее украшение для дома Красивая елка От спонсора рубрики Торгового центра Восточный Далее выпуск продолжит Новости спорта Смотрите нас на круглосуточных каналах Тагил ТВ В сетях МТС 41-я кнопка И Ростелеком 22-я кнопка Новости выходят 23.00 3 часа ночи 7 утра И в 12.30 Поставил окно? Сделай потолок Натяжные потолки России и Франции По цене от 280 рублей За квадратный метр Монтаж бесплатно Фирма Элит Окно Телефон 45-02-02 Рубрику представляет Компания Сенегория Чуть-чуть не хватило до победы Спутник потерпел поражение От Ермака Уже на первой минуте матча Тагильчане отправили шею Боворота соперника Но через некоторое время Они позиции сравняли Весь матч команды Перегоняли друг друга в счете Игра вышла в овертайм 27 секунд понадобилось Подопечным Евгения Галкина Чтобы забить решающую шайбу 3-4 победы Ермака Сейчас тагильская ледовая дружина Находится на 16-м месте Турнирной таблицы Следующую встречу проведут с Ариадой В субботу Рост и Пиноград Привез из Гамбурга тагильчанин Ветеран спорта Гиревик Сергей Бестужев Представлял наш город В составе сборной России На чемпионате мира Пальму первенства Отстаивали более 600 спортсменов Из 34 стран Такая популярность турнира Доставила выступающим Немало сложностей Единственная трудность была в том Что как бы подсушился Вес сбросил Около 6 килограмм Чтобы уйти в более низшую ССУ категорию И выступали по нашему времени В час ночи То есть много участников Затянули Выступление в первый день А на следующий день Мы выступали с утра В 10 часов То есть Времени практически Восстановиться Почти что не было Несмотря на все трудности Сергей Бестужев Завоевал три призовые награды В толчке 2 гиг По 24 килограмма За 10 минут По длинному циклу Золотую медаль А в двоеборье Серебряную В командном зачете Первое место У сборной России Некоторые упражнения Сергей Бестужев Показал и нашей Съемочной группе Значит показываю Выполнение упражнения Длинный цикл Еще так выполняется Это упражнение В течение 10 минут Теперь Сергей Бестужев Готовится к чемпионату России Он пройдет в феврале Следующего года На этом у меня все Главные спортивные события города Смотрите завтра В это же время Анна Хабарова Павел Охотников Егор Егошин Новости спорта Тагил ТВ Хотите пить настоящую Родниковую воду Обращайтесь в компанию Сенегорье И вам доставят воду Из экологически чистого источника Расположенного В заповедном уголке природы Вода Сенегорская Залог здоровья и успеха Телефон службы доставки 40-12-07 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова